И хотя на Западе, похоже, не сомневаются в том, что означает и чем должно закончиться дело Насирова, в Украине ситуация выглядит не так однозначно. Если даже меру пресечения Насирову не могли выбрать 4 дня, то до приговора дело может не дойти и за 4 месяца. А если уж говорить об антикоррупционном суде, то со склонностью украинских политиков саботировать любые начинания на его совздание могут вообще уйти годы. Продолжит тему Ярослав Кречко. Ночи и дни заседаний, перерывов и митингов. Лишь на четвертые сутки Роману Насирову смогли избрать меру пресечения. К тому моменту главный фискал даже немного исцелился и слушал решение суда не лёжа. За побежные захида выглядят тримание бедовартою сроком 60 дней. В срыве работы обвинили председателя Соломинского суда. Нардепы даже уголовное расследование инициировали. Написали заявление в НАБУ. Мол, Насиров мог скрыться от следствия, потому что в воскресенье не оказалось дежурного судьи. Сборами судей мы решили про то, что чертувание действует один день в субботу. Это решение сборов судей, которое я только обязана выполнять. А подменивать решение сборов, подменивать думку судей я не имею права. Справа Насирова наочно продемонстрировала потребность такой институции, как антикоррупционный суд. После судебных тяжб по Насирову создать такой специализированный суд призвали в посольстве США и представительстве ЕС. Он предназначен за законом, что за пів року до справы Насирова. Это не то, что после Насирова мы увидели, что нам потребен антикоррупционный суд. Сейчас все дела Национального антикоррупционного бюро попадают в Соломинский райсуд Киева, потому что офис НАБУ находится в этом районе столицы. Правда, сам Соломинский суд с июня прошлого года вынужден работать вне своего помещения. Виной всему случайный или не случайный пожар. За 14 месяцев работы НАБУ передало в Соломинский и другие суды полсотни обвинительных актов. Но пока есть лишь 12 приговоров. Да и те, утверждают в бюро, в большинстве случаев сделки со следствием. Можно скласти антирейтинг в справах в судах, потому что первые проведения были переданы еще в березне прошлого года. Вот почти год минув, а суд так и не начал их рассматривать. В справах о коррупционных злочин, когда они потребляют в системе правосудия, они там и гублятся. Но согласно данным Верховного суда, количество коррупционных дел в судах из года в год уменьшается. Это касается и преступлений, связанных с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов, злоупотреблением властью и взяточничеством. Антикоррупционный суд предусмотрен законом о судоостройстве и статусе судей. Но каким он будет, должны прописать в отдельном законе. Проект в начале февраля в Верховную Раду внесла группа народных депутатов. Но высший совет правосудия на этой неделе рекомендовал его отклонить. А замглавы профильного парламентского комитета Сергей Алексеев утверждает, согласно Конституции, инициатива создания или ликвидации судов – прерогатива главы государства. Поэтому разработает законопроект Совет по вопросам судебной реформы при президенте Украины. Есть определенное работение, но мы не можем это делать раньше, чем сменить правосудительный кодекс под Верховный суд. Потому что когда мы не створим Верховный суд и не сделаем новый процесс, у нас высший антикоррупционный суд не может быть создан, потому что он не вписется в систему. Создать на бумаге антикоррупционный суд планируют до лета. Но заработает он не раньше следующего года. А пока громкие дела взяточников и дальше будут попадать к обычным украинским суддям. А значит, соберется еще не один митинг. Мы уважаем это тихо.